Добрый вечер! 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 развития, мы, соответственно, ее числим там. И на сегодня, при планировании бюджета у нас, сегодня согласительные комиссии проходят с Минфином, мы достаточно жестко смотрим и доходы бюджета, те, которые нам будут, скажем так, вручены. Сегодня есть мысль у областных коллег 2% НДФЛа из доходных источников города перераспределить в другие доходные источники. Почему? За счет тех, кто дает деньги поддержать слабых? Это бюджетная политика. Мы сейчас разговариваем на эту тему с Минфином, смотрим, какая логика, какая идеология этих процессов. В целом это идет по всем городам. Но 2% НДФЛа для нас это порядка 850-840 миллионов. Для нас это достаточно больно. Но надо будет смотреть, чем это будет компенсировано, как это будет компенсировано, в каком виде будет идти. Поэтому на сегодня идет вот этот именно бюджетный процесс, когда идут основные согласования. Где еще на сегодня, как говорится, душа не на месте? Безусловно, дороги. Безусловно, программы развития и строительства школ, детских садов, капитальных ремонтов. Там эти деньги быть должны. На сегодня мы пока не очень чувствуем, когда эти деньги и в каком виде они будут. И нужно будет смотреть с точки зрения бюджета. Еще то, что мы называем земельные платежи. Как будет изменяться кадастровая стоимость? Какая будет нагрузка на бизнес? Потому что никогда нельзя передавить. Можно, конечно, налоги сделать колоссальными, но тогда бизнес не выживет. А у нас на сегодня, к сожалению, чувствуется тенденция, что люди для того, чтобы бизнес сохранить, они где-то вынуждены даже платить заработную плату в серую. Хотя обратной стороной медали также является социальная незащищенность граждан, которые работают. Мы об этом еще поговорим. Поэтому с точки зрения бюджета мы не рассчитываем на какие-то серьезные социальные потрясения. Мы, безусловно, занимаемся планированием бюджета. Мы будем платить текущее. Будем разговаривать с коллегами по бюджету развития города, смотреть, какие доходные источники, как это все будет. И сейчас этот процесс идет. Пока я не стал бы давать оценок, потому что он еще не закончил решение, они приняты. Безусловно, вопрос транспорта. Это та тема, которая у нас идет по льготникам. В этом году решения все достигнуты по итогам совещаний у губернатора в конце прошлого года. Система работает стабильно и до 1 января она, безусловно, доработает. Сейчас же нужно принимать решение. Мы выходим на наших областных коллег по логике деятельности транспорта в следующем году. Это вот то, что у нас в течение ближайших двух недель будет обсуждаться. Насколько это прозрачная тема сегодня? Это я про то, что как любой горожанин может посмотреть, может быть, замечание свои сказать, предложение? Или вы будете просто констатировать факт, что вот этих денег лишатся? Процедуры публичного обсуждения бюджета есть. Публичные слушания мы будем проводить. Доступ на публичные слушания у нас открыт. И плюсом на официальном сайте городской администрации, естественно, будет организован сбор предложений. Поэтому это все будет сделано. Понятно. Насколько у вас, если можно так говорить, одинаковые проблемы еще с одним самым крупным городом после Екатеринбурга. С Тагилом, да. Ну, Тагил, как говорится, город-брат. Так. Они нас старше на год. У них тоже будут НДФЛ пытаться забрать? Да. То есть, это общая такая тенденция сегодня идет. Дело в том, что федеральный и региональные уровни органов власти, они регулируют НДФЛ, доходы от НДФЛ для муниципалитетов от 15 до 40%. Это сегодня прерогатива субъекта Российской Федерации. Если, предположим, брать какие-то другие города, миллионники, Томск, Омск, Новосибирск, там везде 30, где-то 40%. У нас в области планируется через другой инструмент и, соответственно, было в этом году 18, там в следующем году будет 15. Но вот сейчас нужно будет дождаться до конца согласительных комиссий. Дальше будем выходить к нашим депутатам, говорить, ну вот итоговая позиция при переговорах коллег из области, наша позиция. И будем уже, соответственно, с депутатским корпусом дальше обсуждать перспективы принятия бюджета и, как следствие, перспективы городских цельных программ. Что будет оставаться, что оставаться не будет. Как будет процесс набирать обороты, я думаю, что мы будем периодически встречаться и это обсуждать. Успехов вам здесь. Сейчас давайте перейдем к тем вопросам, которые горожане присылали в нашу программу на прошлой неделе. Ну, конечно же, зрители, которых можно разделить на разные группы, пациенты, родители, многодетные семьи интересуются. Что будет с точки зрения развития доступно горожанам? Ну, наверное, я так понимаю, речь идет про целевые программы, поддержки этих групп населения. Ну, безусловно, мы будем любой ценой оставлять программы развития детских садов и капитальных ремонтов и строительства новых. Мы в этом году сдаем более пяти тысяч мест. Я рассчитываю, что в своей основе проблема детских мест в садах в этом году в городе будет решена. Это детки с трех до семи лет у нас будут в своем большинстве, безусловном большинстве местами уже обеспечены. Дальше нужно будет смотреть по отдельным районам, микрорайонам, те локальные какие-то проблемы, которые нужно будет дорешивать, но это не значит, что нужно останавливаться. Нам нужны школы на академическом, большие новые школы. Однозначно нужно будет сделать все для того, чтобы ремонтировать те школы, которые сегодня нуждаются в капитальном ремонте. Школа номер один на Визбульваре, она будет заходить в капитальный ремонт с конца учебного года. С июня она будет заходить. Но у нас есть достаточно большое количество школ на Уралмашино или Маше в Чикаловском районе. Там нужно этим заниматься. Опять же будем смотреть в зависимости от количества денег. То есть, если выясняется ситуация, что текущие нужно в любом случае платить, естественно, деньги из бюджета развития, они перетекают в текущие. Транспортная проблема. Надо будет ждать сейчас позицию коллег из области. Будем смотреть, какая будет логика деятельности на 2016 год. И из этого уже исходить. Если городу придется все тянуть одному, ну естественно, это придется делать за счет тех ресурсов, которые могли бы быть направлены на развитие социальной сферы. Надо обратить внимание на программу по инженерной подготовке территорий, тех участков, которые выделяются сегодня социальным группам по закону, который принят на территории Свердловской области. Земля выделяется гражданам, но это не очень правильно, когда она выделяется просто в поле. Первый прецедент у нас такой есть. Дороги в этом году уже построили, часть, но ресурсов, конечно, не хватает. Нужно будет смотреть, сколько мы можем выделить денежек на эту программу. А каковы шансы истории, когда, например, вот заходите в год, подстраховались, тут понимаете, что денег много не будет, поэтому эту школу не ставим, например, на реконструкцию, этим объектом не занимаемся. А потом хлоп, в марте-апреле год уже разогнался и деньги откуда-то появились. Я понятно, что дилетантские сейчас рассуждаю. И вы решаете, о нет, тогда возвращаем это и начинаем развивать дальше. Если мы с вами сегодня примем решение, что мы строим школу, то дети в нее пойдут через 3-3,5 года. Потому что процесс проектирования, выделения земельных участков, непосредственно процесс строительства, это несколько лет. Поэтому если мы на сегодня имеем проект, у нас есть школа, готовая к капитальному ремонту, у нее есть проект, но нет денег. Проект лежит и ждет эти деньги. Появились деньги, провели конкурс, наняли подрядчика, человек пошел работать. Но если у нас появились деньги и у нас нет проектов, а проекты делаются полгода, год, это достаточно сложные такие вещи, экспертизу надо проходить, вот тогда это является проблемой. Поэтому при бюджете развития мы постоянно делаем вот такой задел, чтобы проекты, которые лежат на готове, у нас были. Но, естественно, невозможно потратить сотни миллионов на проекты, понимая, что денег на строительство и на реконструкцию не будет, любой проект через три года, к сожалению, превращается в мукулоту. Понятно. Мы с вами сейчас говорили про будущее. Если говорить уже про прошедшее время, 8 месяцев развития, ну, развития, наверное, можно так сказать, да, Екатеринбурга, или, как вы добавляете, социально-экономического развития, там какие-то существенные изменения произошли? Демография, экономика? Да. Ну, значит, мы 43,5-43,7 тысячи среднюю заработную плату на сегодня в городе у нас показываем, и она такая есть. Это самая высокая заработная плата среди городов-миллионников. Мы более 600 тысяч жилья за 8 месяцев сдали, более 500 тысяч нежилых помещений. У нас идет товарооборот достаточно значительный. Я рассчитываю, что на уровень товарооборота прошлого года мы в этом году выйдем. То есть деньги есть? Вот. Работает. Деньги есть, но сейчас расскажу, с чем это связано. Есть разнонаправленные вот эти тенденции. Почему сдаем больше? Сейчас строители, понимая, что кризис продаж немного, они пытаются закончить объект. И большая сдача в этом году еще не гарантирует большую сдачу в следующем году, если не будет платежеспособного спроса. Средний уровень заработной платы на территории города. Да, у нас достаточно высокий. И мы в прошлом году с вами гордились, что вот 1000 евро у нас была заработная плата на территории города. Сегодня это 1000 евро, да? Сегодня, понятно, тенденции другие. Мы уже говорим о том, что да, и затраты у граждан выросли. Значит, текущая покупательная заработная плата на территории города, она снижается. Это сугубо кризисные вещи. Что у нас в плюсах? У нас в плюсах большой потенциал оборонного комплекса. На сегодня город привлекает более чем серьезные средства на Рособоронзаказ. Это заказы, которые приходят на наши крупные промышленные предприятия. И здесь нужно отдать должное директорам этих крупных промышленных предприятий и коллективам, кто не развалил это в 90-е, кто не дал уничтожить в 2000-е. Там те же по автоматике три тройки, вектор, девятка. Извиняюсь, если кого-то не назвал. Вот это вот вся гордость нашей промышленности. Они на сегодня являются одним из локомотивов. Если в начале 2000-х годов, это были конкурентные недостатки, как тогда говорили американские консультанты. Давайте все уберем, все разрушим. Зачем вам такие крупные промышленные предприятия? И малый бизнес, да? Да, и пусть малый бизнес вас тут обеспечивает. Да, сегодня малый бизнес 40% дает. Но основное это промышленные предприятия, крупные, которые получают сегодня заказы от государства. Это очень-очень хорошо. Поэтому кризис чувствуем. Благо то, что на территории города сегодня вакансий в несколько раз больше, чем зарегистрированных безработных. В четыре раза. Я удивился, да. И вот это вот хорошо. То есть, даже если у человека какие-то изменения в жизни пошли, потерял работу где-то, но всегда есть возможность эту работу на территории города найти и с голоду не умереть, грубо говоря. Вот это вот такая основная вещь. Сколько, по вашим прогнозам, еще вот этот период стабильности будет держаться? Ну, мы держимся сейчас на таком уровне, ну скажем так, балансируем плюс-минус. По моим оценкам, я думаю, что 2016 год он будет примерно такой же, как этот, а в 2017 пойдем в рост. Вы упомянули фразу «теневая зарплата». Когда мы с вами встречаемся в этой студии, мы об этом говорим, и вы неоднократно рассказывали по тем мерам, которые предпринимают власти, правоохранительные органы для того, чтобы выводить это. Потому что да, действительно, это взаимосвязанные вещи, налоги, развитие и так далее. На сегодня что-то можете сказать? Вот есть уже чем похвастаться районным комиссиям, которые эту работу ведут? Ну, мы говорим о десятках и сотнях рассмотренных на комиссиях предприятий. Мы говорим о той профилактической работе, которая проводится в средствах массовой информации. Мы действительно сегодня благодарны средствам массовой информации за то, что они помогают нам объяснить гражданам совершенно простые вещи. Что если ты сегодня получаешь заработную плату в конверте, то завтра у тебя может не быть пенсионных отчислений, средств медицинского страхования и так далее, и так далее. Это человек залазит немного к себе в карман. И понятно, когда мы говорим о каких-то там человек, дома себе ремонт заказал, да, и кому-то заплатил. Но это, как говорится, такая вот часть. Но когда это предприятие, которое получает выручку, предприниматель получает выручку от своих клиентов, люди на него работают, и он им не обеспечивает социальные гарантии рабочих мест, это, безусловно, очень и очень плохо. У нас есть несколько прецедентов, когда мы будем заниматься более предметно подобного рода предприятиями, и понятно, что эта работа будет продолжаться. У нас работает сервис на официальном портале, сообщи о серой заработной плате. Мы, соответственно, информируем правоохранительные органы, информируем прокуратуру для того, чтобы там порядок был наведен. Поэтому эта работа идет, но самое важное, это мы не успеем поймать всех предпринимателей, и не сможем, их у нас очень много. Надо, чтобы каждый человек, который устраивается на работу, для себя четко понимал, что если ты сегодня пошел на эти условия, то в будущем тебе никто не поможет. То есть получается, что работник одним днем живет? Вот вы, как экономист, скажите еще, пожалуйста, время. Первое, второе, третье. Почему важно получать белую зарплату? Потому что через некоторое время нужна будет медицинская страховка. Молодость, быстро проходящий недостаток. Когда человек выходит на пенсию, считается от количества средств, которые он выплатил, сколько он накопил, от этого будет считаться его пенсия. Официальный трудовой стаж, полис и, собственно, так далее, так далее, так далее, так далее. Вот эти моменты, они должны человеком пониматься, что размышлять нужно не в течение года, а нужно делать несколько дальше шагов. Поэтому, вот еще раз, то есть ни в коем случае здесь нельзя это превращать в компанейщину. Сегодня бизнесу и так тяжело, и люди иногда, чтобы бизнес как-то сохранить, они платят таким образом заработную плату, чтобы людей поддержать и так далее, что, безусловно, незаконно. Есть большой раздел, строим дачи, что-то, ремонты дома делаем, тоже граждане платят в кэш. Вот тут, наверное, пока не стоит заниматься вот этой частью. Но предпринимателями, официальными юридическими лицами, кто получает выручку, кто несет затраты, кто должен платить налоги, там заниматься плотно, конечно, будет. Горожане присоединяются. Вот Надежда Ивановна, учитель начальных классов, спрашивает, рассчитывает ли на повышение зарплаты бюджетникам в следующем году, вот в этой ситуации. Ну, на уменьшение рассчитывать не стоит совершенно. Точно мы сделаем все. А по увеличению посмотрим, как будет с доходами. Конец года, начало следующего года и будем смотреть. Но то, что указы президента и дорожные карты будут выполняться в безусловном режиме, это совершенно точно. Неоднократно тоже эта ситуация всплывала в последнее время. Это возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте. А про транспортные проблемы вы, как минимум, два раза сказали сегодня. То есть, это как зона, которая требует особого рассмотрения. Нужно будет обсуждать, да, это особая серия совещаний. Я думаю, что глава администрации встретится с губернатором и надо будет смотреть, как будем жить. То есть, безусловно, можно все компенсировать тарифами. Тогда тарифы могут быть неподъемными. Можно сделать некую сбалансированную картину, когда мы часть затрат компенсируем тарифами. И это действительно сегодня горожане видят, что действительно растут затраты. Будем оставлять систему Е-карты, которая позволяет ездить чуть дешевле, чем действующий тариф. Да, у нас сегодня 23 люди ездят и за 22, и за 21 рубль. И вот эту часть ее нужно будет совмещать. Поэтому я вот почему и рассказываю, что это в течение ближайших двух-трех недель вот этот процесс будет обсуждаться. Он ни в коем случае не политический. Это процесс экономический. Немножко раздражает позиции депутатов, когда начинают эту лодку расшатывать. Мы вот там то, все и так далее. Все это совершенно обычная, спокойная экономика. Если говорить грубо, сколько денег, сколько песен. Сколько денег есть, столько социальных гарантий мы можем себе нести. Либо нужно эти деньги добавить с других источников, либо нужно думать, смотреть, какую часть социальных гарантий мы можем нести на себе. А себестоимость проезда какова сегодня? Одной поездки. У ТТУ это чуть дешевле, у автобусного предприятия это дороже, но это все уходит уже за 26 рублей. Какой дальнейший у вас план? То есть, когда вы говорите про эти 2-3 недели, это работа именно согласительных комиссий? Это согласительные комиссии в области, которые сегодня проходят. И там принимаем участие мы, депутаты областной думы, наши депутаты, кто присоединится к нам. Дальше мы понимаем уже итоговую позицию областных коллег, формируем свою позицию, начинаем отрабатывать уже с нашими отраслевыми службами. Отраслевые службы, исходя из наших возможностей, готовят планы на следующий год. После этого мы приходим на Думу, нашу городскую Думу, и рассказываем депутатам вот, 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 вот и вот. Параллельно работа с областью, то, о чем мы не договорились, она переходит на уровень главы администрации и губернатора, когда принципиальные вопросы требуют отдельного обсуждения, они обсуждаются. Обычно это делается так. Ну и, пожалуй, последнее. Коли, вот, все-таки, вопрос развития, он такой важный в этой ситуации, тем не менее, ведут свою работу координационный, программный совет стратегического развития. Какие ближайшие вопросы вы собираетесь там поднимать? Ну, мы не останавливаем работу по стратегии, несмотря на то, что некоторые наши коллеги отраслевые говорят, слушай, ну какая стратегия, кризис, давай спасать, просто есть. Да, да, прокормить бы вот и подлежаться. У нас 12-й, 13-й год был, денег было много, как говорится, счастье было, мы его опять не заметили. По сравнению с тем, что у нас сегодня по деньгам, 12-й, 13-й год был очень неплохим. Вы просто думали, что много не бывает. Мы просто думали, да, вот опять не хватает, поэтому всегда нужно быть готовым не только в тактике, но и в стратегии. Поэтому медицинский проект будет вынесен на Координационный программный совет, проекты развития товарного рынка. Мы готовим к обсуждению проекты развития инженерных сетей, это, скорее всего, будет начало следующего года. Однозначно нужно будет посмотреть проект развития промышленности и проект малого-среднего бизнеса. Это все-таки значимые вещи, это именно стратегические направления, которые являются основой экономики города. Поэтому это будет сделано. Ну и, наверное, последний вопрос от Марии, прогноз Александра Высокинского по курсам валют на ближайшее время. Как вы к прогнозам относитесь? А на какую точку-то надо дать прогноз? На Новый год? Да, да, да. Обычно же сейчас говорят конец года, да, вот что будет на конец года. Я бы на конец года все-таки дал прогноз 60-65 в этом диапазоне. Понятно. Ну что ж, на этом будем заканчивать тогда. Я думаю, что в ближайшее время встретимся, посмотрим, как эти самые согласительные процедуры у вас идут. Успехов, удачи и сил в этом нелегком деле. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Высокинский. Спасибо и до новых встреч. Будьте здоровы, уважаемые горожане. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова